приветствую вас дорогие друзья с вами павел и вы находитесь на канале ппк сегодня у меня на обзоре новинка от фирмы мейки собственно это мейки 55 f1 и 4 данный объектив доступен на все современные беззеркальные байонеты собственно это fuji sony и nikon как понятно из фокусного расстояния это кроп стекло но как мы видим у нас тут не 56 миллиметров а 55 то есть это почти 85 по крайней мере так планировалось разработчиками ну и собственно диафрагма f1 и 4 что очень хорошо при этом за крайне гуманный ценник и в этом плане мейки меня радует все больше и больше так как прошлый их объектив 85 f1 и 4 и 50 миллиметров на полный кадр f1 и 8 стоили достаточно бюджетно при этом выдавали очень хорошую рабочую качественную картинку что же касается этого объектива то он опять таки в лучшую сторону отличается например от более бюджетного и не самого удачного мейки 85 18 который стоил 120 130 долларов плюс-минус но при этом выдавал не самую лучшую технически качественную картинку что же касается этого объектива то как мы видим он по размеру довольно маленький например тоже вилта 56 1 и 4 чуть чуть больше и тяжелее этот объектив месть весит меньше 300 грамм и отличительная особенность мейки от других производителей я бы сказал в том что они стараются как-то максимально сделать бюджетные стекла то есть засунуть какие-то более так сказать высокоуровневые характеристики в максимально бюджетные стекла сделать по качеству корпус попроще хоть здесь и корпус в целом на вид ощущается подешевле чем у той же вилты и по тактильным ощущениям и на вид но в целом например кольцо здесь ходит с щелчками переключения диафрагмы у нас тут есть классическая авто и ручное выставление с шагом в одну треть стопы щелчки можно слышать и переход между авто и 16 с небольшим усилием то есть случайно да можно его задеть но я бы не сказал что она прям вообще случайно легко задену в мы переключаем но если бы его делает чуть чуть потуже я бы не расстроился что же касается переключения фокусировки или же можно это кольцо запрограммировать на другие функции в камерах по крайней мере как минимум nikon ходит она здесь достаточно туго то есть в некоторых объективах она прям совсем легко ходит и здесь я бы искал что она очень туго ходит то есть по крайней мере случайно если мы поставили палец но вот видите я хожу пальцем кольцо не двигается если чуть-чуть прикладываем уже усилия она начинает ходить и это я считаю хороший момент но все равно в автоматическом режиме фокусировки а переключалка у нас тут имеется я обычно это кольцо отключаю так как какую бы функцию на него не назначил один фиг случайно переключишь и забудешь я привык как говорится по старинке по зеркалочному пользоваться колесиками и другими аппаратными кнопками клавиши фэн на этом объективе нет диаметр подсвета фильтры 52 миллиметра что классно бленда по цвету пластика и по изготовлению кажется что опять такие немножко не от этого объектива то есть она выглядит дешевле чем объектив при этом она может поставиться в походный режим и как мы видим диаметр объектива не сильно увеличился то есть компактность в этом плане на его стороне ну и собственно боевой режим выглядит очень неплохо друзья если вы хотите поддержать мой канал то не забывайте про мой бусти он потихонечку обрастает контентом и за разные уровни подписки вы сможете получить разные плюшки спасибо тем кто уже с нами на этом объективе само собой металлический байонет и у нас есть уже стандартно для беззеркалочных стекол usb type-c для обновления прошивки в комплекте поставки самого кабеля конечно же не было так как у большинства пользователей я думаю этот кабель уже имеется в наличии что же касается скорости фокусировки то здесь проблем нет он в целом похож плюс-минус на полтинник 1.8 то есть работает достаточно четко хорошо с этим в принципе уже ни у какого производителя не было из всех стекол что у меня были которые подключались напрямую не через переходника на нативный байонет все вели себя хорошо и автофокус по глазам фото видео плюс-минус на уровне то есть может быть какие-то на грани прогрешности варианты были но в целом они все работают четко и хорошо если нужно у него положиться то в принципе можно ну и самое интересное это светосила что касается светосилы f1 и 4 объектив дает довольно приятная мягкая баки особенно на мдф но мдф опять-таки уже традиционно для всех подобных стекол сторонних я бы сказал не самое комфортное по крайней мере для около макро и каких-то съемок цветочков и чего-то такого сблизи крупного то есть при фокусном 55 миллиметров у нас мдф 61 сантиметр и опять-таки для вот этого фокусного но не очень ощущается комфортным вот когда я фотографировал те же цветочки в парке то всегда хотелось ну чуть-чуть покрупнее вот буквально 5-10 сантиметров и все в этом плане например тот же зеркалочный nikon 50 миллиметров 1.8 1.4 обычно имели 45 мдф и там она комфортная что на кропе что на полном кадре здесь же у нас для кропа хоть и фокусная получается около 85 все равно 060 как-то маловато для портретов этот объектив прекрасно подойдет так как он имеет рабочую дырку то есть f1 и 4 у нас в принципе рабочая поле резкости может быть не идеально ровная по всему кадру но большая часть центральная серединная часть на f1 и 4 резкая то есть если мы снимаем по правилам третей человека не знаю неважно вертикально или горизонтально то он у нас будет резкий у нас не будет такого что у нас резкость сфокусирована в центре а с боков у нас идет жесткая просадка нет в этом плане это комфортное рабочее стекло при этом как я сказал довольно неплохое боке и с рабочим автофокусом по глазам оптическая схема имеет специальные элементы она сейчас перед вами а а также 9 лепестковая диафрагма в общем с каждым выходом новых стекол от разных производителей все труднее и труднее получается выбрать какой-то оптимальный вариант янг ноу 55 миллиметров у меня не было я правда не знаю есть он у них или нет раз у них есть 33 но 33 янг но лучше этого стекла если сравнивать с его наверное прямым конкурентом это вилтрексом то вилта 56 1 и 4 будет как по мне на открытый похуже хоть и собрана качественно хоть и вилта у меня уже близится к 100000 пробег и она до сих пор жива то есть в постоянных репортажных условиях визах она отсняла целую кучу портретов она до сих пор жива то есть по крайней мере по надежности можно сказать что точно вилтрекс хорош но по диафрагме все-таки мне нравится этот объектив больше то есть 14 здесь полностью рабочий если как я говорил на вилтрекс она рабочая но хотелось бы все-таки такую как на 18 резкость то здесь особого смысла закрываться нет если вам нужна светосила f1 и 4 и максимальное размытие то пожалуйста бомбите но про надежность этого стекла не скажу опять таки как я сказал внешне кажется что он дешевле вилты но вот так вот все трогая все-таки они подняли качество если взять опять-таки в сравнении самый первый их объектив 85 f1 и 8 который стоил дешевле этого стекла то вот тот собран ну прям совсем кустарная я бы так сказал здесь же уже качество сборки на уровне то есть этот объектив уже собран очень даже неплохо может быть качество материалов у них не такое интересное но все-таки у нас тут по моему пластик тем более вес менее 300 грамм и опять-таки в этом плане он лучше вилты потому что для кропа хочется все-таки какой-то хоть и 14 но скажем так максимально маленький и максимально легкий сетап при этом не теряя в каких-то технических характеристиках засветки он немножечко может поймать это само собой а вот что касается хроматики то тут практически ее нет но про хроматику я всегда говорил что это не минус а скорее изюминка которая от которой можно избавиться в один клик в общем объектив как это ни странно мне понравился в общем в текущих реалиях если рассматривать портретник на кроп то я думаю это один из лучших вариантов так как он крайне бюджетный то есть сейчас на алике он стоит около 17000 то есть вообще по мне это подарок по сути мы имеем портретник 85 по эфр с нормальной рабочей хорошей дыркой f1 и 4 и с довольно приятным боке то есть сторонние производители стараются прыгают через голову друг друга пытается либо играть техническими характеристиками либо ценой здесь же в случае смейки я бы сказал что они оба этих параметра превысили других производителей так как и цену умудрились уменьшить и все-таки по техническим характеристикам может быть если напрямую сравнивать что-то у нас будет какая-то разница но по моим личным ощущениям экспириенс от этого объектива довольно положительный и получше будет чем от той же вилты но на этом все друзья вам как всегда спасибо за просмотр всем удачи и пока